Выпускникам Пензенской духовной семинарии вручили дипломы. По традиции это произошло в исторический памятный день, когда в далеком 1800 году император Павел подписал указ о создании этого учебного заведения. А в этом году выпуск один из самых многочисленных – 46 человек. Бакалавры, магистры и специалисты. В этот день выпускники готовятся расстаться со своими наставниками и преподавателями. Большая часть из них вступит на путь церковнослужения. Некоторые продолжат обучаться. Антон Юрин защитил диплом бакалавра. Свою работу посвятил изучению нового сербского святого Устина, который был прославлен не так давно. Сейчас Антон планирует развиваться в выбранном направлении дальше и поступить в магистратуру. Если честно, чувства такие смешанные, потому что с одной из этой грани грустно то, что выпускаюсь, с другой стороны я счастлив, и все равно же я не прекращаюсь. Планирую посвятить себя, собственно, служению Богу в дальнейшем. Ну а так, собственно, по большей части там идет педагогика, и уклон будет идти педагогический. Преподаватели и наставники выпускников отмечают, что с каждым годом в учебном заведении вместе с уровнем подготовки растет и качество написанных работ. Особенно это выражается в магистрских диссертациях. Многие, кто защитил это звание, основывали материал на работе, который они ведут в церкви. Работы, они отличаются зрелостью. Зрелостью и такой, скажем, которые необходимы для современной жизни. То есть они социально ориентированные, и то есть мы надеемся, что значительная часть работ, которые были представлены в качестве проектов, они будут реализованы в нашей духовной и социальной жизни. Митрополит Пензенский Нижнеломовский Серафим, ректор Пензенской духовной семинарии, отметил, что прощание не должно быть причиной для грусти, ведь все собравшиеся посвятили себя единой цели – служение Богу. Главным моим пожеланием для всех вас является искреннее, добросовестное, честное служение Святой Церкви. Это то, что ждет Церковь от вас, что ждет народ Божий от вас, что ждем мы, ваши педагоги и наставники в вашей уже взрослой самостоятельной жизни. Дай Бог, чтобы Господь вас укрепил в этом пути, помог вам в искреннем служении на благо Церкви Христовой, Отечества и народа нашего. После выпуска студенты-бакалавры могут получить чин и стать священнослужителями. Магистры, большая часть из которых уже имеют духовный сан, имеют право стать преподавателями в области теологии.